Всем привет! Вы на канале Тойхаус, лучшие обзоры для лучших людей. Хочешь топить в армии лучших людей? Просто подписывайся на канал, жми на колокольчик, и чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну а бонусом, ребяточки, все те, кто находит пасхалочки в моем видео, либо правильно отвечает на загадку, которую я задаю в конце, попадают ко мне в видосик. Первые 15 человек обязательно точно попадают ко мне в видео. Сегодня будет ответ на загадку, а также в этом видео вы найдете две пасхалочки. И кто найдет их одним из первых и правильно даст ответ, именно точное время укажет, попадет в видео. Но опять-таки, если ты будешь одним из первых 15 человек, ну плюс там еще пятерочку я сверху иногда добавляю. Итак, ребята, скрипыши. Скрипыши 2. Мне, кстати, сказали, что они будут в январе. Прямо написали комментарии, что узнали прям и точно. Скрипыши 2 выйдут в январе 2020 года. Какого числа, пока ничего не известно, но вот такая вот предварительная информация появилась. Плюс ко всему, кстати говоря, в магнике стали продавать какие-то интересные игрушки. Я видел рекламу, но не помню, как называется. Их в коллекции 80 штук. Представляете, если хотите, я, конечно, могу попробовать начать это все дело собирать. Напишите мне свое мнение в комментариях. Нужны вам эти игрушки? Там какие-то монстрики, в общем, не помню, как название вылетело из головы. В общем, если вам надо, пишите комментарии, я попробую что-нибудь прикупить и показать вам. Значит, скрипыши у меня есть. Вот такие. Это как варианты скрипышей, которые могут появиться чисто теоретически во второй части. Вот такие вот скрипыши. Есть вот такие вот скрипыши. Есть у меня, конечно же, стандартный набор скрипышей. И сегодня, сегодня в этом видео я покажу вам новых, опять-таки, новых скрипышей, которые чисто теоретически могут появиться в скрипышах номер два. Ну что, готовы увидеть? Их целая куча. Поэтому наливайте себе, не знаю, вкусные свои любимые напитки. Берите вкусные бутерброды, печенье и что-нибудь. И давайте смотреть вместе со мной, потому что я их сам не рассмотрел. Мне самому будет интересно. Единственное отличие, они немножко отличаются. Но вы знаете, что такое скрипыши, да? Скрипыши это не только вот именно скрипыш, как мы привыкли видеть, а скрипыш от слова скриплять. Он скрипляет провода, вешается куда-нибудь на ботинки. Ну, в общем, помогает вам по хозяйству, так бы я сказал, да? Сматривает пакетики. В общем, полезная вещь. И вот еще одна разновидность скрипышей. Ну что, погнали? Буду показывать его. Смотрите, вот такой вот скрипышонок-медвежонок. У меня уже есть, да, куча медведей. А это вот новый такой скрипыш-медведь. Но в этих скрипышах есть небольшая особенность. Они у нас, в общем-то, скрипляются вот таким вот макаром, ребята. Вот так получается. Вот такой вот скрипыш. Но как вариант двухсторонний, видите, он интересный. Как вариант для второй части скрипышей, я думаю, что, в принципе, здорово. Кстати говоря, здорово, вот, отцепляются вот так вот. Здорово, как они смотрятся вот так. Мне, в принципе, тоже очень-очень нравится. Ну что, давайте вот этих я в сторону сдвину. В принципе, они нам сегодня не нужны. А сегодня будут новиночки. У нас ложится класс-то, да, сюда. Итак, вот такой вот, смотрите, замечательный, прикольный скрипыш. Дональд, по-моему, да, его же зовут, да, Дональд. Утка. Здесь прямо надпись у нас Дисней, яркий, такой прикольный скрипышонок. Вот так он также на кнопочке, кстати говоря, скрипляется. И получается вот такой вот зажим. Тоже можно использовать его, в принципе, где угодно. Единственное, видите, у него шапка неравномерна получается. Но тоже довольно симпатичный. Так. Как назвать? Не знаю. Ну вот, видите, такие они интересненькие тоже. Вот, ваш любимый, будет герой, наверное, был бы герой, любимый, капитан Америка. Видите, здесь уже, что у нас здесь написано, кстати говоря? Авенгерс. Не знаю, что означает, честно, Авенгерс. Может, это и не капитан Америка. Ну, вообще, похоже, да, капитан Америка со звездой, с окраской. В общем, вот такой вот прикольный тоже скрипышонок. Тоже скрипляется. Ну-ка. Скрипляем его. И вот так вот он смотрится. Ну, милый, симпатичный. Кстати говоря, давайте сравним вообще этих скрипышей с настоящим скрипышом. С кем мне сравнить? Ну, смотрит на меня, давайте, вот, дедыш-папашич, да? Ну, в принципе, вот. Вот, если брать размер, не знаю, вот, в общем-то, как-то, может быть, вот так, то, в принципе, по размеру они очень-очень даже подходят. Так что вот так вот, ребята, ждите. Может быть, именно такие скрипыши появятся у нас во второй части. Ну, кстати говоря, прикольная альтернатива была бы. Мне очень нравится. Следующий тоже прикольный скрипыш в виде значка Бэтмена. Видите, какой крутой. Тоже здесь написано, кстати. Это, наверное, логотип какой-то компании. Avenger's. Наверное, тут был Дисней, а это Avenger's. Хотя я думал, что всё время это делает Marvel. Но точно не знаю. Ладно, скреплять я не буду. В принципе, вот, устройство понятно, да? Как выглядит данный скрипыш. Показываю. Вот такая вот Hello Kitty, большая. Тогда у меня были поменьше. Это вот такая вот крупная кошечка, прям Hello Kitty. Так. И она, кстати, больше всех, по-моему, получается. Кстати, на ней вот просто надпись идёт Hello Kitty. Не знаю, попробую я вам показать, но не точно. В общем, Hello Kitty. Следующий экземпляр в нашей коллекции. И это Человек-паук, ребята. Да, как бы вы были... Вот пишите своё мнение в комментариях. Понравилось бы вам такое дело? Или всё-таки нет? Именно герой, таким мордахи, если бы мы собирали скрипышей под номером 2. Вот сделали бы, кстати, скрипуши номер 2, мультгерой. И не обязательно они должны быть иностранного производства. Они могут быть наши, там, Волк, да, Заяц. Кто там ещё? Леопольд, Колью, Кот Леопольд. Ну, да, без разницы. Могут иностранных быть. Ну, мне кажется, было бы прикольно. Так, и это у нас Бэтмен. Вот такой вот скрипушонок. Очень клёво смотрится. Кстати, стильные. Они намного стильнее, мне кажется. Обычных скрипышей, мне кажется, вот они как-то прикольно так выглядят вообще. Чётко, чётко сидят. Скрипыши скрепляют. Так, ну, Бэтмена с Бэтмена положу вот так. Ниночок Бэтмена. Так, поехали дальше. Железный Человек. Причём, опа, два штуки мне положили. Два Железных Человека. Я, кстати говоря, таких скрипышей могу разыграть. Если кому интересно, могу устроить розыгрыш. Ну, давайте сделаем так. Наберёт это видео, там, 10 тысяч лайков. Я устрою розыгрыш. Розыгрыши, кстати, провожу на втором канале. Так что переходите туда и просто подпишитесь, чтобы знать, когда выйдет розыгрыш. А чтобы принять участие в розыгрыше, надо просто написать, положительный комментарий. Да любой там комментарий. И, в принципе, поделиться этим видео в любых своих соцсетях. Поставить, конечно же, лайк. Ну, и подписаться на второй канал. И тогда я разыграю. Прям могу всех прям. Всю коллекцию разыграю. Этих скрипышей. Выберу там пять победителей, в общем. Но есть при условии, что это видео наберёт у нас 10 тысяч лайков. Поэтому смотрите сами. Хотите участвуйте, хотите нет. Вот такая вот у нас красавица, да? Тоже не помню, как её зовут. Понка? По-моему, Понка розовая. Такая тоже Диснейта у нас. Такой вот симпатичный скрипыш. Кстати, пахнет приятно. Ни резиной, ничего. Прям круто так. Нормально, приятно. Такой аромат. Следующий. Это у нас стич. Посмотрите. Луна-луна. Кстати говоря. Почему-то написано, не знаю что. Означает вот такой вот милый, прикольный стич. Кладём его сюда. Вы видите, как у меня уже много их. Они уже не вмещаются. По-моему, у меня прям большая коллекция. И одна повторочка есть. Видите? Одна повторочка. Нет. Вторая повторочка пошла. Hello Kitty розового цвета. Я как бы их рандомно, можно сказать, набирал. Не выбираю. Так. Я самый вам прикольный их оставлю напоследок. Ещё один повторочка, можно сказать. Медведь коричневого цвета. Такой вот. Супермен. Такой вот. Скрипыш Супермен. Капитан Америка. Вот видите? Капитан Америка щит. И то есть, получается, у нас здесь набор идёт. Смотрите-ка, чё. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот так вот получается наборчик один. Потом получается вот такой вот наборчик один. Супермена у нас не хватает пока что. Ну, в Hello Kitty, понятное дело, нет. И вот ещё. Будет один ещё. Ещё один набор должен быть. У нас будет скрипыши. Два супергероя. Так. Вот такой вот узнали. Монстр. Не помню, как его зовут. А вот корпорация Монстров мультик назывался. У неё такая фамилия была. Не помню я. В общем, вы знаете. Напишите. В общем, вот такой прикольный, весёлый монстр. Тоже скрипыш. Так. И последний. Мега крутой чувак. Сейчас я вам покажу его. Вот он заходит. Он заходит слева. Внимание. Приготовьтесь. Во. Привет. Вот он. Летящий. Супермен, ребяточки. Супермен. Я же говорил, что к Супермену есть вот такой круглый тоже скрипыш. Ну что? О чём? Синяком, что ли? Смотрите. Супермен с синяком. Обалдеть. Вот это, да, прикольно сделали. Вот это задумочка. Очень интересно. Он какой-то, да, грустный. Грустный и обиженный Супермен. Ну, как вам такой вариант скрипышей? Ваше мнение в комментариях. Обязательно жду. Жду ваши ответы с пасхалочкой. Участвуйте в розыгрыше. Разыграю прям всю коллекцию. Так, ответ на загадку. Вот была загадка в прошлом видео. Мальчик рассказывает. Вчера был такой ужасный дождь. А мой отец не взял ни зонта, ни шляпы. Когда он появился в дверях, вода лилась с него ручьями. Но ни один волос на его голове не промок. Укрыться от дождя в радиусе мили от нашего дома негде. Вокруг голая степь. Как у него не промокли волосы на голове, да? И ответ, пожалуйста, отец мальчика был абсолютно лысым. Ну что, поздравляю всех правильно ответивших. Ваш список будет чуть дальше. В общем, вот такой вот видос. С вас подпиской лайкос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok